Жители Тимиртау опять рискуют остаться зимой без отопления. Хотя прошлой зимой недогревов на ТЭЦ-2 было гораздо меньше, чем позапрошлой. Но по данным энергонадзора, сейчас ТЭЦ отстаёт от графика ремонтных работ и, вероятно, опять не получит паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону. Сейчас на ТЭЦ-2 идёт ремонтная кампания и отставание уже больше полумесяца. Несмотря на то, что АО «Кормит» запланировала отремонтировать лишь половину котлов и турбин. Сейчас идёт средний ремонт третьего котла. Далее будет объёмный капитальный ремонт первого котла, который будет завершён не 30 сентября, а в первой декаде ноября. То есть в отопительный сезон ТЭЦ-2 войдёт с незавершёнными ремонтами. Более того, на данный момент у них продолжается капитальный ремонт турбины 4, который завершится только в декабре текущего года. То есть в отопительный сезон будет в работе находиться только три турбины. Уже пять лет на ТЭЦ-2 строят седьмой котёл. Этот проект должен был быть завершён ещё в октябре прошлого года. Теперь сроки до 15 сентября. Но по оценкам энергонадзора «Кормит» завершит строительство только к февралю. Неначатые работы по монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики. Более того, имеются замечания по барабану котла. Порядка на протяжении года уже неначатая ещё обвязка барабана котла. Таким образом, имеются предпосылки к срыву срока водовой эксплуатации данного котла. То есть паспорт готовности станция может не получить, как и в прошлом году. Все силы ТЭЦ будут брошены на выработку тепла для Тимиртау. Но станция должна производить ещё и электричество. Вместо 430 мегаватт она вырабатывает максимум 300. Это сказывается на энергосистеме всей страны. То есть больше энергии приходится закупать дорого из-за границы. По второму и третьему котлу акционерному отчеству «Кормет» заложены мероприятия только по эмульгаторам, по нисходящим газоходам. То есть по самому котлу, по конвективной, по топочной части какие-либо работы проводиться не будут. Более того, то что касается пятого и шестого котла, данные котлы по итогам прошлого отопительного сезона имеют самую высокую аварийность – 22-15 суток. Но, несмотря на это, акционерному отчеству «Кормет» в этом году по ним не заложил даже текущие ремонты. То есть в предстоящую зиму, по данным энергонадзора, ТЭЦ-2 войдет без резервных котлов и турбин. В случае выхода из строя действующего оборудования заместить его будет нечем. И тогда темиртаусцы вновь будут мерзнуть.